Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием День Победы 4. Как вы помните, в прошлой серии нам удалось хотя бы чуть-чуть немного продвинуться. Мы объявили войну Афганистану, Ирану и все эти территории мы захватили. Ну, это еще не конец, так как мы присоединились к союзникам. Наши союзники это у нас Ангелия, Брит... ну, я имею в виду Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки и, к слову, в Соединенных Штатах Америки до сих пор идет гражданская война. Как вы знаете, я там пропагандировал свою партию и их партия стала теперь... ну, как бы... в США получился такой небольшой раскол. Да, но я, кстати, продолжаю пропагандировать фашизм. Да, в этой игре есть фашизм, есть коммунизм, есть демократия, есть нейтралитет тоже. Ну, что ж, я даже не знаю, с чего начать. Друзья мои, мы давно уже с вами не продолжали эту кампанию. Я хочу, по идее, ну, в начале кампании, помните, я говорил, что моя цель захватит в этой кампании Ирак, Иран, Афганистан и все. И там дальше больше посмотрим по ситуации. Пока что я не вижу смысла эту кампанию завершать, хотя, с другой стороны, можно уже, в принципе, завершить и начать за какую-нибудь другую страну. Например, не знаю, можно, в принципе, за Новую Зеландию. Это у нас, вроде бы, там есть дополнение платное, которое вышло полгода назад, кажется, да, либо пару месяцев назад, не помню. Где там на фокусах, политических фокусов можно нормально так продвинуться вперед. Ну, что ж, ладно. У нас фронт, у нас идет наступление на Советский Союз. Советский Союз находится в Альянсе. Альянс называется Комитер, да, и в этом Альянсе входят следующие страны. Это у нас Латвийская Автономная СССР, также Иран входит. Что-то у нас подвисает местами, да? Ну, в общем, все вот эти вот, даже Британская Индия, друзья мои, входит в этот Альянс. Ну, да ладно. Ну, что ж, погнали. Будем потихонечку развивать свой флот. У нас флот вообще нет. У меня мои планы такие, ребята. Мне надо флот развить, потому что у нас господство нужно сделать хотя бы в Красном море и в Аравийском заливе. Либо Персийский залив, его по-разному называют. Вот как-то вот в этих местах нужно как можно больше собрать. Так, что-то у нас здесь нехватка. Так, Среди Королевства не может нам выдать нормально ресурсы. Я ничуть не пойму, почему. Может быть, из-за того, что у нас проблемы с этим. Кстати, у нас проблемы еще с поставкой ресурсов. Нужно это дело тоже исправлять. Ну, на фронте у нас продвижения пока нет никаких. Хотя боеспособность наших бойцов не такая уж прям велика. Местами хорошо, местами плохо. Ну и, конечно же, нам не хватает людских ресурсов. Это, кстати, основная проблема за те страны, у которых изначально мало людских ресурсов. Если бы мы начали играть за какой-то националистический Китай, либо там за коммунистический Китай, которого я не замечаю, его уже походу съели. То там изначально, то есть, если вот на территории посмотреть, вот на этой территории 13 миллионов жителей. На этой территории 60 миллионов, господа. Это просто жесть какая-то. Так, 9 миллионов, 32 миллиона, 18 миллионов. 9 миллионов. Здесь у нас полтора миллиона. Короче говоря, в Китае и либо в Индии. Довольно такие хорошие людские ресурсы. 38 миллионов, пожалуйста. 41 миллион. 16 миллионов. Здесь 14 миллионов. И 33 миллиона. Обалдеть. Кстати, французы оккупировали данные территории. Так, новый участник войны, государство Чили, вступает в войну. Индо-Британский гражданскую войну. Да? На стороне государства Индия. В качестве нашего союзника. Прекрасно. Плюс один союзник. Ну что ж. Господа. Будем продвигаться на Советский Союз или нет? Я думаю, пора нам дальше продвигаться. Давайте, ребятишки. Вперед. Отлично. Пошел по продвижению. Чтобы Советский Союз сдался. Ну, чтобы он капитулировал. Нам надо хотя бы дойти до Москвы. Либо, блин, захватить. Правда, на этих территориях очень плохая инфраструктура. И мы будем... У нас будут такие небольшие потери. Ну что там, наступление идет, да? Вроде бы. Смотрите, Советский Союз тоже наступает. И мы наступаем с этой стороны. Отличненько. Кстати, ну, вроде бы здесь силы. Ну и вообще победа на нашей стороне. Кстати, нам надо будет конец потом переделать. Ну и, насколько я помню, я еще ни одну армию не формирую. Все это дело идет на возмещение наших потерь. Нужно посмотреть, сколько у нас людских ресурсов в неделю приходит. Так, всего людских ресурсов в 626 тысяч, да? Больше, чем полумиллиона. Доступно 17% от общего населения страны. Это получается 3 миллиона 39 тысяч. Из подходящего населения не националистических, не национальных, вернее, регионов доступно 42 миллиона. Милитаризм 5%, милитаризация молодежи 2% и обязательно служба плюс 10%. Ежемесячный прирост в регионах, в провинциях 766 бойцов и граждане 54 тысячи 909. Ну, короче, 55 тысяч получается. Блин, что-то у нас тут наступление захлебывается, друзья мои. Нам надо как-то быстренько реализовать. Кстати, у них есть здесь превосходство в воздухе, и мы атакуем нас в воздухе. Слушайте, давайте пока что приостановим, мне кажется, эту атаку. Будем продолжать свое наступление именно с этой стороны. Я думаю, нам стоит сначала начерзить новую линию наступления. И после этого будем продолжать свое наступление. Так. Что имеет смысл вообще брать? Давайте тогда вот сюда будем продвигаться, вот эту реку захватим. Ну, я надеюсь, у нас все получится. Так, вы готовы? Я надеюсь, что вы готовы. Советский Союз. Кстати, вы слышите, да, эту музыку? Это музыка с одной старой бородатой стратегией под названием Суперповар 2. Помните, у нас уже на канале был, было пару видео, где-то около 3 года назад, кажется, если я не ошибаюсь. Посмотрите, поищите, просто введите в поиски в Google Суперповар 2. И как раз вы, скорее всего, наткнется именно на мое видео. И как раз саундтрек именно с этой игры был взят. Знаете, такая интересная игра тоже. Правда, там вообще экономика неправильная, политическая составляющая неправильная. Ну, так, в принципе, задумка, конечно, хорошая. И в то время, это был 2001 год, когда эта игра только вышла. Или в 2003 году, не помню, какой год был. Короче, эту компанию, которая делала эту игру, прикрыли. Именно кто прикрыл? Госдепширс США. Типа сказали, вот вы там. Короче, в этой игре можно было делать, типа, играть за США, поддерживать террористические организации. Ну, в принципе, как и в реальной жизни происходит, да, там. Сейчас они поддерживают ИГИЛ, да, вот эти вот секретные службы и так далее. Чтобы разрушать практически все государства. И вот как раз в той игре можно было этим и заниматься еще в том году. Поэтому они их прикрыли. Типа, вот вы там это, туда-сюда. Короче говоря, даже с ними, ну, их с ними не судились, просто тупо прикрыли. И разработчики потом сказали про это дело спустя 10 лет, друзья. Это было в 2011 или в 2013 годах, кажется. Что-то такое, помню. Вот как-то так. Короче говоря, правда колет глаза, оказывается. Еще как колет. Ну, что, переходим на наступление. Легонерская Румыния капитулирует. Прекрасно. Поехали. Поехали на наступление. Блин, у нас до сих пор проблемы с людскими ресурсами. Надо как-то, блин, я вот не знаю. Я бы, конечно, мой приоритет был захватить именно Индию. Ну, так как Индия находится в союзах с нами. Это у нас Британская Индия. Британская Индия с нами воюет, но она уже капитулировала. Из нее осталось кто? Под свое покровительство. Токай, ух ты, ёптать. Токай подвергается атомной бомбардировке? Невероятно. Токай это где? Первый раз, друзья мои, запомните эту дату. 27 июля 45 году. Япония подвергается бомбардировке. Токай. Токио, Токай. Кажется, где-то здесь, да? Или здесь. Я, походу, пропустил это дело. Нам надо будет посмотреть еще раз. Может быть, еще одна бомбардировка будет. Так. Мы, кстати, изучили с вами еще артиллерию. Так как у нас войска состоят в основном из артиллерии. Будем, конечно, продолжать этот фокус. Будем изучать все необходимо, чтобы наша артиллерия продвигалась вперед. Кстати, здесь у нас Советский Союз до сих пор. А, я не помню. Советский Союз воюет? С Японией? Да, воюют. Короче, все друг с другом воюют. Но японцы, они очень хорошо держатся, хочу сказать. Они захватили всю Корею. В этот момент еще Северной и Южной Кореи не было. Была одна Корея. Ну, конечно говоря, этот японцы-то их захватили, помню. Кстати, вот эти вот ребятюли тоже с Японией. Хороших отношениях. И они входят в ось. Комитерн. Третий Рейх. Вы видите, да, Третий Рейх, где обосновался? То есть, он потерял все свои европейские страны, да, все свои европейские территории. Но зато здесь он теперь обосновался. Третий Рейх. Невероятно. Надо будет потом до них дойти и их расшатать по-быстрому. Так, ну что ж, у нас продвижение идет. Очень хорошо. Так, мы здесь, кстати, в окружение попадаем. А Рейху мы форсировали. Это прекрасно. Все, Рейху форсировали и нас пытаются контратаковать. Мы, конечно, им не даем это сделать. И полноценно отбиваем все их контратаки. И латвийская автономия СССР капитулирует. Просто невероятно. Вот, она, кстати, здесь она находится. Да, компания затягивается. Ну, с каждой серией все интереснее и интереснее становится, да. Я даже не думал, что за Саудскую Аравию можно сделать из нее арабский халифат. И практически захватит вот эти вот весь, практически, можно сказать, Ближний Восток, да. Правда, вот я бы Турцию еще подхватил. Но ее уже давным-давно подхватили, кажется. Да, ее Черчилль забрал. Кстати, мы можем у Черчилля попросить кое-какие территории, если, конечно, есть еще доступ. Либо у Франции. Я бы, конечно, Дамаск захватил. Хотя это их считается исконной территорией, да. Нет, это не получится. Слушайте, вот эту территорию они нам могут забрать. Да, Грозный. Я могу Грозный забрать у них. Просто любезно попросите у них Грозный. Сколько тут народу? Полтора миллиона. Миллион девяносто тысяч, вернее. Так, а если мы здесь возьмем что-нибудь такое, знаете, каком-нибудь территории, где здесь очень много жичей. Вот смотрите, 33 миллиона здесь у нас, да. А здесь у нас 16 миллионов. Ну-ка, французы, дайте им нам этот регион, пожалуйста. Они дают нам этот регион. Твою налево. Мы можем временно получить данный регион. Да! Мы получили этот... Мы получили его, друзья мои. Но это пока что временно. До тех пор, пока не закончится, в принципе, война. А там уже будет обратное перераспределение. У кого там больше военных очков, тот забирает такие самые лакомовые районы всякие, да? Да! Теперь у нас, смотрите, здесь у нас 33 миллиона жителей. И из них мы сможем взять... Сколько там? Базовое значение... Прирост плюс 27 призывников, гражданское население плюс 40 тысяч. Именно в этом регионе. Это просто невероятно. Ненациональная территория. 98% из тех процентов, которые призывники у нас, да? То есть 2% получается мы будем брать призывников. Именно с таких территорий. Индузов будем, ребята, призывать. Так, ладно, давайте радиостанции пока что построим. Посмотрим, что тут у нас, какие здесь строительства. Мы с вами строим еще военные заводы. Военные заводы. И нам не хватает некоторых ресурсов. 14 стали. Нам надо, кстати, друзья, мы еще знаете что? Не забыть про сталь. Ну и вообще про эти все ресурсы. Ну что ж, мы сталь начали закупать. Это прекрасно. Смотрим, что у нас в складах. В складах у нас оружие. У нас есть и артиллерия. Есть еще и этот. Правда, у нас проблемы с дефицитом, кстати. С дополнительным снаряжением. Нужно это дело тоже производить как можно больше. Правда, у нас, видите, опять военных заводов не хватает. Для нашей страны это очень маленько. Очень, очень, очень мало у нас военных заводов. Ну что? Идите. Продвигайтесь вперед. Отлично. Мы их просто вынашиваем. Вы посмотрите, а? Так, здесь у нас тоже идет продвижение. Они уже выполнили наш, как говорится, этот. Ну что, давайте еще продвинемся вперед, да? Вот так вот. Сделаем заслон небольшой, а потом уже их возьмем в окружении. Надеюсь на это дело. Поехали. Муза, он просто тащит. Мне нравится такая музыка. Знаете, такая современная, военная. Политические интриги всякие. Так. Еще немного осталось продвинуться вперед и потом дальше, дальше. Смотрите, мы уже сколько земель захватываем, да? Правда, здесь у нас с ресурсами не такие уж прям шибко хорошие земли. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим. О, вольфрам скоро у нас появится. Плюс, а, это у нас хром. Плюс 20 хрома. И, конечно же, ну да, естественно. Конечно же. Вы посмотрите, кто эту территорию захватывает. Попросить регион. Давайте попросим этот регион. А, подождите. Мы не можем взять этот регион. Соединенный КРС. А, это из-за того, что у нас... Мы еще полностью не захватили данный регион. Слушайте, ну нам надо этот... Нам надо линию наступления менять. Давайте все-таки пройдем вот сюда. Поехали. Поехали, поехали. Забираем Алмату. Захватываем Алмату. Советскую Алмату тогдашнюю еще. Это потом изначально столица Казахстана. После независимости потом столицу перенесли, как вы знаете, в Целеноград. Потом стала Акмала, потом Астана. Ну, переименовали просто город. Так, ну что ж, битва за Алмату. Что-то у нас тут захлебывается. Атака у наших союзников. Но пока что у нас все получается. Организация у нас рушится. И, конечно же, что-то не получается. Вот здесь вот еще одна армия. Дивизия, вернее, продвигается вперед. У нас очень плохая организация. У них, и насколько я помню, превосходство в воздухе. Против нас сам герой Советского Союза. Жуков. Государство Единая Канада объявляет войну государству Канада. Жесть просто. Вы посмотрите, ребята. В Канаде тоже развивается фашизм. Ух, нифига себе, рожа. Бунты на американских контингентах. Невероятно просто. Слушайте, ну фашистская Канада... А, вернее, этот... Соединенные Америки. Так, здесь у нас кто? Ну фашисты тоже потихонечку. Вот мы их там, да, этот... Нормально так повлияли на их идеологию. Вы посмотрите, это раскол. Это раскол. США прям... Прям повязала в гражданской войне. Обалденно просто. И еще Единая Канада, по всей видимости, в союзах с кем? Пока что ни с кем, но... У них есть пакты и нападения с другими странами, включая Третий Рейх. Ну и, конечно же, Свободная Американская Империя. Вот это название, да? Свободная Американская Империя. Единая Канада. И Доминион Канада. Как вы знаете, Доминион Канада, я не знаю, к этому моменту они этот, но они вроде бы независимые... Они не независимое государство. То есть они марионетки Запада в основном. Ну, как бы у них там какие-то свои договора, короче. Я еще не вник в эту тему, поэтому не буду вас дезинформировать. Но, насколько я помню, исторически они не имели права тогда еще принимать решения какие-либо там важные самостоятельно. Так, Третий Рейх называет государство Перу нашим противником в Арабско-Афганской войне против нас. Ну, хорошо, прекрасно. Алмату захватили. Сейчас посмотрим. Слушайте, у нас получается нормально так. Мы, получается, ресурсы-то уже на нашей территории, друзья мои. Мы ресурсы захватили. Вольфрам, железо, свободная империя. Юн Цинц... Юн... Юн... Нан, ёптить. Капитулирует. Хорошо. Что там? У нас однако пока что не захлебывается. Здесь у нас вроде бы все нормально. Идем. Идем дальше. Не стоим. Пойдемте, ребятюшки, пойдемте, ребятюшки, сберкнюшки. Отлично. Блин, вот это у нас страна, да? Вот это просто невероятно. Вот это вот нам надо будет потом еще территорию попросить, если, конечно, они нам дадут ее. Да, они нам дают ее. Посмотрите, а? Мы можем вот эти вот две территории еще захватить. Ну, вернее, попросить. Попросить регион. Выделяем регионы. Просто на халяву. Просто на халяву попросили это дело. Так, Гоа. Португалия контролирует Гоа, да? Я надеюсь, здесь у нас не будет восстания. Смотрите, здесь у нас 18 миллионов, здесь у нас 14 миллионов, здесь у нас 33 миллиона. Обалденно. Сколько у нас прирост? Из-под того, что не национально доступно 113 тысяч. 113 миллионов. Чего? 113 миллионов у нас теперь население в нашем государстве. Нормально. И призывники 827. Каждый месяц мы получаем 827 бойцов. Мало. Нам надо хотя бы 5000 в месяц получать. Мы тогда сможем сравнять свои счеты, да? По этим делам. Ну, что, французы? Франсуа. Франсуа. Ариса. Арису надо еще попросить забрать. Вот эти вот все территории я хочу забрать, друзья мои. Пока что. Ну, и вообще, имеет смысл. Так, у нас здесь есть устаревшие, да? Оооо, артиллерия у нас третьего уровня. 8 штук в день, да? Мы получаем. Это очень хорошо. Кстати, ну, сейчас пойдет у нас перевооружение. Так, ну, что, у нас здесь местами атака потихонечку захлебывается. И у нас фронт прям, что-то прям этот, раскалывается. Если честно, нам надо как-то поменять свою стратегию, что ли. Ну, у нас, видите, не хватает людей. Просто тупо не хватает людей. У нас полтора армии какие-то. Но они очень нормально так продвигаются. И здесь у нас идет продвижение на Советский Союз. Почти Москва уже... Сколько тут? Блин. Ржев скоро заберут. И до Москвы дойдут. Эх, я бы сейчас, конечно, повернул 190 градусов в сторону. Нам надо, знаете, я хочу все-таки в этой игре когда-нибудь завоевать Соединенное Королевство. Именно за какую-нибудь бомж страну. Типа как Сауцкая Аравия, либо еще какую-то, который... Который нужно изначально сначала поднимать все это дело, развиваться. А потом уже этот... Я вот хочу как-то захватить свое... Ну, вы посмотрите, сколько тут... Вы просто посмотрите, сколько тут железа. 48, 20, 16, 16, 56. 120, твою... Обалдеть. Вы видите, да, сколько вольфрама, сколько алюминия здесь. Железо. Это просто рай. Это просто рай. А во Франции сколько железа. Невероятно просто. Что у нас тут? Атака так же захлебывается, да? Ладно, давайте пока что остановим, да, на наступление. Так. Кто тут у нас, кстати? Ну да, они тоже находятся в союзе Комитерн. И с этим мы тоже воюем. Мы, короче, со всеми воюем, ребята. Со всеми воюем. Слушайте, может быть, тогда уберем фронт. Остановим игру пока что. Уберем фронт. И будем продвигаться только... Только на восток. Только на восток. Вот так вот. Тем более, здесь вроде бы, насколько я помню, здесь тоже нормально так население. 773 тысячи. Нет, не нормально. Здесь мало. 2 миллиона. Здесь у нас 56. А какие у нас ресурсы в этих землях? Ну, мало. Так себе пойдет. Вот здесь, кстати, 22 вольфрама. Ну, самый смак на казахстанской земле. На казахстанской земле. А вот здесь. Вот мы его захватили. Ну, что, ладно. Поехали. Меняем фронт. Я надеюсь, с севера наступление не будет происходить. Так как у нас есть... Ну, в принципе, наши союзники, я думаю, будут держать фронт. Я надеюсь на это. У них это получится. Да, у нас не хватает южных ресурсов. Армия, армия, армия. Призывники 825. Слушайте, а может быть, мы еще пообщаемся с этими? Так, ладно. Имеет смысл попросить какую-нибудь турецкую территорию. Друзья. Например, в Анкаре, насколько я помню, есть... Да, есть хром. Здесь очень много хрома. Либо попросит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь все разбомбили. Здесь все разбомбили прям. Ну, зато здесь у нас вольфрама теперь очень много. Я же захватил... Попросил территорию. Ну, я отмечу, после того, как война завершится, когда мы начнем делить территории, все это дело сбросится. И нам будет... Нам надо будет уже потом за свои военные очки забирать те или иные территории. Ну, и, конечно же, к этому моменту нам надо... Кстати, что там предлагает? Призыв к оружию? Ну, давай, хорошо. Черчилек, ты мой, хитерек. Поможем тебе. Поможем. А ты мне взамен тогда сделает следующее. Ты мне тогда дай. Черчилек, хитерек. Что это у нас там? Блин, какие классные ресурсы здесь, а? Вы посмотрите, сколько резина. 848. Это просто невероятно. 268 резины. Так, французы тоже, лягушатники тоже нам просят. Нас, вернее, просят что-то сделать. Так, алюминий и два стали. Давайте у наших саксонских друзей попросим еще и сталь. Ну, вернее, они попросим. Будем с вами, с ними торговать. Как раз у нас торговое влияние вроде бы нормально. Так, так как мы находимся в союзе. Это очень хорошо. Ну что ж, итого. Что у нас получается? Нам надо либо останавливать наступление пока что. Ну, у нас здесь наступление, в принципе, идет до сих пор. Это очень хорошо. А, мы даже сможем этот. Мы уже можем идти на наступление. Я же поменял. Все, поехали. Все, на наступление. Сейчас заберем вот эти вот земли и пойдем продвигаться дальше. Так, вторая армия. Вторая армия, кстати, находится... Она может попасть в этот, в окружение, да? Правда, здесь у нас, видите, проблемы. Твою налево. У нас проблемы с инфраструктурой. Добавим инфраструктуру. Я не знаю, когда она построится, правда. Ой, не скоро. Ну что, давайте shift-ом зажимаю и приоритет ставлю на первое место. Я надеюсь, сейчас эта инфраструктура здесь построится как можно быстрее. Арабский халифат. Просто обалдеть. Ну что ж, друзья. Вот так вот. Я не знаю, стоит ли продолжать данную кампанию или нет. Я думаю, еще самое интересное впереди. Либо, если вы хотите видеть какую-то другую страну во главе с Римосом, то пишите. Обязательно пишите, ребят. Напишите в комментариях. Я обязательно все комментарии именно в этом видео прочитаю. С вами был Римос. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем удачи.